посмотрите какая интересная ситуация доллар совсем не растет и даже падает последние дни ну вот начиная с 22 марта когда он поднялся до максимума потом он все время падает потом очень сильно устаканился и сегодня вот он снова упал почему доллар падает а еще я в конце прошлого видео призвал людей покупать акции мне сказать там некоторые женщины обвинили что я совсем сумасшедшие и так далее а другие написали что мы подождем пока выпустят не резидентов и тогда акции очень сильно упадут сейчас я расскажу почему этого не произойдет и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий но я считаю что эти два как бы момента они взаимосвязаны посмотрите доллар сейчас падает в цене почему почему доллар падает цене казалось бы все сокращается все плохо а доллар падает цене ну смотрите что происходит сейчас вы знаете происходит там военные действия на территории украины но при этом ни один снаряд не упал даже рядом с газопроводом который проходит через территорию украины и более того через этот газопровод сейчас он работает по максимуму по максимуму и туда качается газ и европа платит деньги россии россия платит деньги украины за украине все очень аккуратненько происходит северный поток тоже работает северный поток один который вот и газ вполне качается теперь дальше цены на газ сейчас повысились ну на самом деле там сказать то что качается сейчас это по долгосрочным контрактам которые ну на которых тому повысились цен не повысились деньги те же самые вот но факт тот что деньги за газ в россию поступают в долларах в евро понимаете теперь далее что с этими деньгами что было раньше раньше у нас было бюджетное правило там но во первых в бюджете заложено что газ должен быть там и а нефть нефть должна быть больше 40 долларов за баррель она сейчас больше намного во первых да давайте посмотрим почем нефть да вот она 102 доллара за баррель понимаете 102 это но не шутки а у нас заложен там больше 40 было сказать бюджетное правило вот то есть нефть тоже продается пока и доллары сюда и евро поступают и за нефть и за газ и за прочее 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 сказать ну традиционно что мы посылаем на экспорт теперь далее а что происходит с этими деньгами с долларами и евро если раньше мы большую часть ну или большую часть достаточно этой выручки оставляли там же за границей то есть мы их складывали в фонд национального быстро благостояния в резервный фонд куда-то там и оставляли их там ну с одной стороны просто на западе с другой стороны вообще в америке и сейчас эти деньги заблокированы и недоступны нам вряд ли мы их уже увидим честно говоря но что теперь теперь доллары поступают целиком в россию дальше значит до сих пор было обязательная продажа сказать там сколько там 50 процентов выручки потом 80 процентов ввели сейчас после того как путин сказал что газ там за рубли и так далее там конечно все это так как-то хитрая схема на самом деле все идет по-прежнему за газ платят в долларах и евро за нефть там и так далее но сейчас сто процентов этой выручки если раньше смотрите 50 процентов выручки продавалась на бирже валюте то сейчас все сто процентов валютные выручки продаются на бирже то есть смотрите деньги поступают в том же объеме валюта продается на бирже сто процентов кому она продается теперь смотрите а кто покупатели а покупателей валюты нет почему нет покупателей единственный покупатель это ну государство скажем так центробанк слушайте меня внимательно смотрите но население много долларов не купит вот во первых во вторых ну а даже если и купит то нет а там запрещено просто запрещена продажа долларов населению на покупку доллара введена грабительской 12 процентная комиссия то есть смотрите если я покупаю я уже снимал видео по этому поводу доллар по 83 рубля то соответственно я заплачу еще 12 процентов сверху там получается еще 10 рублей сверху все заплачу за доллар 93 рубля а продать я его смогу за те же самые 83 и я никогда не дождусь что он вырастет дороже чем на 93 рубля на фига его будут покупать вот поэтому очень жестко ограничено ограничена покупка да а кому еще он нужен он нужен для того чтобы закупать за границы какие-то импортные товары и комплектующие но импортные товары и комплектующие сейчас нам на нас наложили санкции и их никто не может купить понимаете то есть мы не можем купить мы не можем использовать эти доллары для закупки импортных товаров и комплектующих без которых как я уже говорил наша промышленность скорее всего просто станет в ближайшие ну два месяца вот поэтому поэтому смотрите предложение доллара увеличилась спрос не увеличился куда идут доллары то есть удивительно что он вообще не упал там чуть ли не до нуля можно удивляться почему он не упал до нуля потому что то есть идет поток большой долларов сюда даже больше чем шел а отсюда не идет где он остается он остается в центробанке друзья мы живем в эпоху когда очень будет резкие перемена в нашей стране в россии и я решил создать канал для тех кто живет не в россии где-то далеко для русскоговорящих и не только о том как живут люди в россии будут хроники российской жизни буквально исторические кадры поэтому подпишитесь на мой новый канал и жду вас на нем будет много интересного я буду рассказывать о тех ценах которые сейчас есть и которые наверное уже никогда не вернуться о том как одеваются люди просто сказать прогулки по странам игра по по городам по улицам по магазинам на каких машинах ездят как люди одеваются и прочее прочее исходя из этого вы сможете сделать какие-то выводы если удастся на какие-то исторические какие-то важные места попасть и события где происходят ну я тоже постараюсь там быть поэтому подпишитесь на мой новый канал теперь далее что с акциями акции у нас не растут не падают потому что смотрите когда ситуация возникла в лондоне вы знаете акции там упали буквально там чуть ли не до нуля и бери не хочу но это лондон там нет market maker of здесь как бы россии все управляемо и центробанк просто запретил продажу акций не резидентами понимаете а кто хочет продавать акции не резиденты они готовы продать их по любой цене и они будут продавать по любой цене как только рынок акций откроется так вот что делает центробанк он просто или там правительство я не знаю кто просто берет и выкупает доллары с рынка складывает их для того чтобы эти доллары на эти доллары выкупить акции у не резидентов поэтому пока сумма нужная не будет накоплена на счетах не резиденты не смогут продать свои активы и центробанк будет очень жестко это дело регулировать каким образом накопился там триллион долларов или там сколько там миллиардов долларов вот на этот миллиард долларов они квоту дают не резидентам пожалуйста продавайте свои акции но дешево и эти акции не резиденты смогут продать кому центробанк уже центробанк продаст кому нам с вами инвесторам поэтому не ожидайте пожалуйста что акции сильно понизится в цене и вы на этом что-то ну как бы вы сможете купить акции дешево не сможете не ожидайте что вы что доллар сейчас будет расти в цене не будет расти то есть он вот сейчас продается и вот такой это во первых во вторых для того чтобы ну показать какую-то видимость благополучия в ситуации когда все рушится ну это чисто моё моя точка зрения и так смотрите доллары текут сейчас в страну для чего для того чтобы их потом значит нам торговаться с нерезидентами которые будут продавать активы для того чтобы выкупить у них эти активы за эти самые доллары но я тут узнавал мне сказали что у нерезидентов на руках активов на 15 триллионов рублей а центробанк выделил на поддержку фондового рынка 1 триллион рублей ну то есть поэтому нерезидентов выпускать на рынок свободные нельзя поэтому сейчас торги происходят очень-очень вяло и поэтому смотрите вот вы видите нефть выросла да мы видели доллар опустился практически до тех уровней на которых он был вот сейчас ну там до 80 он опустился рублей за доллар это биржевой курс ну если вы будете покупать то плюс 12 процентов заплате индекс ртс по акциям но сейчас пока он держится внизу и я вас уверяю что тут и будет стоять то есть центробанк будет выкупать вот эти акции именно по этой цене а дальше дальше если все разрешится когда-нибудь в лучшую сторону и инвесторы пойдут снова в россию тогда эти акции взлетят поэтому покупайте акции пока не поздно у компании все в порядке они работают гмк норникель работает и без титана никто не будет жить без редкоземельных металлов мировая промышленность становится это все понимают поэтому покупайте ну другие компании которые экспортеры без которых очень сказать край по удобрением покупайте покупайте удобрение сейчас это вот просто на вес золота и дешевле это вряд ли будет вот что я вам скажу ну собственно говоря вот то что я хотел сказать по поводу долларов и по поводу того что надо дождаться пока выпустят не резидентов и акции упадут его тогда их купить на минимуме не получится чисто мое мнение напишите что вы думаете по этому поводу согласны или нет я думаю что многие не согласятся ну так давайте поспорим на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитровый юрий